Всем привет дорогие друзья! С вами канал DTool и мы продолжаем играть Черепашки Ниндзи Легенды! И у нас долгожданная пвпшечка! Дорогие друзья, спасибо огромное за ваши комментарии, я прочитываю их и сегодня мы смотрим команды, которые вы рекомендовали посмотреть. Так, ну что ж, мы находимся в топ 1%, занимаем 88 место и я все-таки надеюсь, что у нас будут достаточно тяжелые призы. Ой, призы. Соперники! Я уже думаю о призах, потому что в этом турнире можно будет выиграть Бакстера Стокмана. Мы знаем, что Бакстер Стокман достаточно силен и награды достойные. Достойные нужно оказаться в топ 1, чтобы взять Бакстера Стокмана трех звезды, то есть золотого. Ну что ж, первая команда, которую просили показать, это Рокстеди и Астрозуб. Рокстеди, где-то у нас БИБАП нашел, а Рокстеди, мне кажется, вы представили, да, Рокстеди и Астрозуб. Где наш песик? Песик у нас, по-моему, мощный очень, да, он 62 уровня. Ну что ж, ребята сильны и я думаю, они сейчас прям вот конкретно так разнесут команду. Я решил не использовать основных черепах, потому что они явно превосходят в уровне и в мощи, и они даже поодиночке-то расправятся с любой командой практически. Поэтому сегодня без черепах, скорее всего, будет, но, возможно, пару раз их покажу. Так, Астрозуб, Астрозуб, что ты будешь делать? Давайте-ка, давайте-ка третью способность применим. Вот так вот, Бакстер Стокман, получай. Ой-ой-ой, скорость атаки понижена у Рокстеди. И что, кто нас? Кто нас ударил? Нитритона, ах ты такой вот. И еще периодический урон будет носиться по Рокстеди. Вот это, вот это сюрприз, вот это сюрприз. Бакстер Стокман, что будет делать? Массовый атаку, наверное, да, Маузер Стокман запустил нас, и, ну, слабенько, слабенько. Давайте, пока Рокстеди не погиб, хорошо, хоть защитную себя повесил, мы массовую атаку применим. На самом деле, я думаю, ой, не на то нажал, прошу прощения, но все равно мы Бакстер Стокмана вынесли. Змейка Вьюнк атакует, 990 критом, неплохо так. А тем временем, давайте-ка всех сконцентрируем на Астрозубе. Пусть его только атакуют, иначе Рокстеди погибнет. Ксавер пляшет и понизил нам Дефанс. Это плохо, это плохо, действительно. Ну, Крис Брэдфорд. Крис Брэдфорд повышает атаку. Это, в принципе, стандартный, наверное, стандартный ход. Он достаточно популярный. А вот теперь массовая атака от Рокстеди. Получите, всем гореть, всем гореть. Хорошо, у Змейка Вьюнк атакует. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я Астрозуб, Астрозуб, берегись. Давайте-ка. Удар, бам! Нитритон, Нитритон жив, остался Ксавер. Атакует Ксавер по Рокстеди. Кто следующий? Да, Нитритон. И, наверное, да, добил. Добил все-таки Рокстеди, у нас остался один Астрозуб. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, мне кажется, мы не справимся. Нужно было кого-то в помощники брать. Да, мы проиграли, к сожалению. Обидно. Обидно. Дальненько у меня не было поражения, но, к сожалению, мои Рокстеди и Астрозуб не справились. Очень жаль. Так, дальше играем. Надеюсь, мы сейчас победим. И просьба была поставить Паукуса и Зека. Кстати говоря, на Паукуса будет следующее прохождение игры. На него я буду снимать обзорчик, и поэтому он уже 71 уровня. И Антон Зек. Антон Зек, где наш Антон? Антон, мы потеряли тебя или нет? Вот Антон Зек 40 левела. Давайте посмотрим, кто будет противник. Если будет противник, как и в предыдущий раз, достаточно сильный, у нас будут проблемы. Возможно, будут проблемы. Я точно не знаю, не помню, вернее, какая способность у Паукуса. Это я буду вам рассказывать уже непосредственно в прохождении, в обзоре. Так, Паукус, вот уже твое начало. Ну что ж, давайте попробуем вот третью способность. Не помню, что он может, но Эйприл нужно выносить. Она умеет хилить. Антона Зека мы уже обзор делали, поэтому массовую атаку все прекрасно помнят его. Не так сильно, как бы хотелось, но все же. Так, по Пауксу промахнулись, Монда Гека, что он будет делать? Массовую атаку против нас. Да, бросил в нас баллончик, а вот Эйприл подлечилась. Ну вот, как будто только начали. Крысиный король против Антона. Крис. Да, атаку еще повысил, есть шанс в контратаке. Хм, кого же мы будем атаковать? Давайте все-таки мы атакуем, атакуем Эйприл. Атакуем Эйприл, запускаем какой-то путь. А, это массовая атака, слушайте, и она прям хорошая, интересная. Паукс-то молодцом оказывается. Крис Брэдфорд атаковал, и Крысиный король заблокировал нам способности. Вот он какой. Давайте запустим, запустим прям. Кто у нас следующий будет? Фишфейса. Ой-ой-ой, случайно, случайно пропустил ход, и обычную атаку всего лишь удалось. Мне кажется, сейчас Антон Зека, да, я поплатился за это. Ну вот так вот. Крысеныша бросили в Паукуса. Но я думаю, у Паукса есть все шансы всех размочить еще. Есть все шансы. Вот Крис Брэдфорд 1114 урона получил и слег. Так. Так, фишфейс, фишфейс не так сильно атаковал. Давайте попробуем вторую способность. Вторую способность, что же будет? А, ну это мы помним. Мы уже ее использовали на ранних этапах прохождения игры. У меня был Паукс. Периодический урон будет по-прежнему вноситься. Давайте вносить Эприл. Потому что у Эприл может восстановиться хил, а мне бы не хотелось, чтобы она подхилилась в самый неожиданный момент. Хорошо. Супер. Все удары выдержали. И вот такой вот ударчик. 1401 урона. Молодцом, Паукс. Крысиный Король. Ну, что ж. Что ж, Крысиный Король. Ты тоже должен лечь. Да, Критом. И в этот раз победа. Супер. Супер, дорогие друзья. Мы одержали победу все-таки. Хотя команда была серьезная. Была серьезная. Так. Еще одну команду, которую вы просили посмотреть. Она состоит из четырех. Из четырех героев. Сейчас у нас колоду получили. Бакстростокмана. Пусть будет. Пусть будет. Хотя он у меня уже на максимум прокачан. В плане звездочек. Так. У нас Биво Проксати. Зек Истеранка. Смотрите, какая интересная команда получается. Бибоп. Зек. 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 Стеранка. Антон Зек. И Рокстеди. Четвером. Где Рокстеди? А, вот Рокстеди. Бибоп. Рокстеди. Зек. Истеранка. Это формы. Одна из них, когда они еще были людьми. А вторая уже просто после мутации. Да вот в таких чудовища превратил их мутаген. Ну что, в бой. В бой давайте перенесемся. Их четверо. Четверо против пятерых. А, смотрите. У нас здесь тоже есть Тиранка. Противник, кстати говоря, в принципе может. И у него, у противника есть шанс нас победить. Хорошо. Бибоп повысил уклонение. А Антон Зек заряжает свой диск. Вот так вот. Слабенько, конечно, но ничего страшного. Стокмон Флай. Что будет делать Стокмон Флай? Атакует Антон Зека. 440 урона. Эйприл. Эйприл бьет по Роксаде. К сожалению, у противника есть и массовые атаки. И есть и хилл. Так что будут проблемы. Возможно, будут проблемы. Вот уже Антон Зека нет. Еще жив. Еще жив. Но мы-то знаем, что у Тиранка есть 2 массовые атаки. И первую он уже заряжает базу. Ой-ой-ой. Я думаю, сейчас будет атаковать Роксаде. И 2 формы с Тиранкой Роксаде. Одного и того же человека. Они расправятся, в принципе, с командой. Так, давайте попытаемся уничтожить Стокмон Флай. Потому что он будет лечить. 1333. Сильно. Хорошо. И двойная атака. Супер. Супер Бибилл. Молодцом. Но Эйприл. Да, Эйприл подлечит. Эйприл, к сожалению, не удалось бы, наверное, вынести с первого удара. Поэтому сейчас мы всех поджигаем. Всех поджигаем. Ой, Стиранка слег. Остались всего-то геноиды. Лео. Но Лео, кстати говоря, будет сейчас лечиться. 100%. Я бы так сделал. Да, Лео лечится. Все правильно. Все грамотный ход. Очень равный. И у нас Тиранка достает свой пулемет и по всем стреляет. Вот так вот. В принципе, что лечил, что не лечил. Мы все равно победим. Так, Бибилл заряжает. Мощную атаку, критический урон. Но ничего не произошло. Эйприл бросает свой веер. Бросает Бибилл. Тоже ничего. И мы мощную атаку. Мощную атаку разгоняемся на Мутагеноида. Да. И врезаемся в него. Да. Насадили Мутагеноид на рог на свой. И одержали тем самым победу. Так, Лео. Лео 922 урона получил от Бибупа. И Стиранка, возможно... Не, ну он не добьет, конечно. Но все равно урончик нанесет. И... Граната влетела прям в Эйприлд. Эйприл по Роксиде. Фокус понижен. И... Бибов добьет. Да, Бибов добил. Фух. Мы все-таки справились. Несмотря на то, что Антона Зека победили. Его завалили. Но остальные... Остальная команда подкорректировала наши результаты. И мы победили по итогу. Ну что ж, давайте перенесемся дальше. Следующая команда у нас будет... Макман и Роксиде. Если честно, Макман у меня... Слабенький. Ну, я имею ввиду в плане того, что он не прокачан. А вот Роксиде у нас, как вы видели... Очень силен. И, кстати говоря, это уже третья команда, где Роксиде. Мне он нравится. У него все атаки имеют... Усиление. То есть они не... Обычно не дамаг наносят, а повышенный дамаг. Это большой плюс. Возможно, даже порой лучше, чем какие-то бафы. Если есть в команде союзники, которые могут наложить какие-то бафы, он очень полезен. Так. И второй Макман. Макман 55 уровня. Я не буду сопротивляться, как вы попросили команду. Такую я и ставлю. Спасибо. Спасибо за ваши рекомендации. Будем тестировать. Хорошо. Вот противник уже определился. И... Я надеюсь на массовую атаку. На массовую атаку, потому что мы сами помним, какая массовая атака у Макмана. Она просто чудесная, мощнейшая. Хан. Хан понизил нам дефенсы. А вот это вот очень плохо. По Макману ударили. Ингрессивный король по Рокстаде. И заблокировал еще и способности. Ну, как так-то? И что? Разряд. Разряд. По кому? По Макману. Еще и скорость атаки. Сколько много отрицательных бафов у нас наложили. Так. Ну, да. Давай Баксер Сокманом бить. Ой, 1701 практически вынес с одного удара. А Баксер Сокман в ответочку у Макмана. Ну, что ж, давайте-ка массовую атаку. Мусор, куча мусора. И у нас уже практически нет жизни у Карай. У Хана чуть-чуть осталось. Он по Макману атакует. 736 урона получил. Нехило так. А теперь по Рокстаде. Рокстаде, держись. Самое главное, держись. Что теперь? Оглушение. Нас оглушили и победили Макмана. Ну, ладно. Макман свою основную задачу сделал. Он выполнил массовую атаку. А вот Рокстаде, возможно, добьет всех. Да, отлично. Осталось только победить Крысиного Короля и Кейси. Кейси сам слегка. Крысиного Короля, возможно, нужно будет добить. Нужно добить. Давай, Рокстаде, разбегайся. Насади этого крысеныша. Вот так вот слабенько. Фух. Прямо, если честно, вот на грани. Были на грани поражения, потому что если бы еще один периодический урон по нам нанесся, мы бы проиграли, конечно. Ну что ж, мы сместились, да, на 84-ю позицию. Отлично. Играем дальше. Дальше играем. Так, у нас, значит, следующее. Хан, Бакстер, Бакстер, Стокман. Хан и Бакстер, Стокман. Хана мы выбираем, и Бакстер, Стокман. Бакстер, Стокман, где же ты, Бакстер, Стокман? Бакстер, Стокман. Вот, Бакстер, Стокман. Супер. Ну что ж, мы готовы. Команда достаточно сильная. Я думаю, один Хан даже может разнести в легкую противника. Ну что ж, давайте поиск. Кто у нас будет? Ух, нехилый такой, на самом деле, составчик попался в оппонентах. Хорошо. Отлично. Начнем бой. Хан у нас 71 уровня. Скорость атаки повысила, потому что у него хпшечки больше 90%. Мы-то, я только недавно делал на него обзор. Все. Дефенс понижен у некоторых героев противника. И Карай. Что будет делать Карай? Запускать ядовитый яд. Бакстер, Стокман. Бакстер, Стокман. Ой, ну и пониженная атака у одного и второго. Ну как так? Как так? У моих двух героев и массовую атаку левую. А, нет, не массовую атаку. Обычную атаку сделал. Ну что ж, давайте по кому? По кому? Кто будет следующий? Пульверизатор будет следующий атаковать. А, у него уклонение шанс повышен. Давайте тогда не тритона, скаблучкаем. Вот, 2-143. А, маузеров мы запустим уже на всех. По всем по маузеру. Каждому достанется. Молодцом. Отлично, у нас уже нитритон практически повержен. Нитрализатор танцует. И всех, всех на себя. Ну, если так хочешь, давай мы с ханом не против. Главное попасть. С 1990 урона, критом, молодцом. Фишфейс взлетает. 645 урона по Бакстеру. А карай массовую атаку. Ой-ой-ой. Нет, нормально. Нормально. Нитритон. Периодический урон будет носиться по хану. Лео себя подлечил. И что будет делать? Будет лечить команду. Будет лечить. Логично. В принципе, все логично. Слушайте, а команда противника попалась такая нелегкая. Мы, к сожалению, вынуждены атаковать только пульверизатора. И это неплохо все прошло. Так, волну запустили. И периодический урон еще будет носиться по противнику. Слушай, Бакстер, ты хорош. Ты хорош. Две массовые атаки. Если вы помните, обзорчики есть на канале. Можете посмотреть. Карай. Карай атаковал Бакстера. Периодический урон наносится по хану. Да вот все как-то не так складывается. Давайте Карай вынесем. Карай добьем уже. 2485. Неплохо. Периодический урон у нас по нейтрализатору. Материлизатору, нейтрализатору вас в атаку. Фух, я уж думал, что Бакстер ляжет. Ну, держись. Нет, ты все-таки Бакстер Левку. Вся надежда на хана. Вся надежда на хана. Только на тебя. Получай. Нейтрализатор Левка. Фишфейс остался. И Лео. Кто же? Кто же выживет? Ой-ой-ой. Периодический урон. Как это все нам не в кассу? Давай-ка. Я не знаю. Если мы сейчас промажем по Лео, то рискнем. Рискнем. Бьем Лео. Да, хорошо, что попал. Лео атакует. Держись. Промазал. Промазал. И все отрицательные эффекты еще сняты с хана. И фишфейс тоже промахнулся. Блин, как круто. Так, все. Лео выносим. Лео добили. Остался один фишфейс. И есть шанс еще контратаки. Фух. Да ты хорош. Ты хорош. Давайте понизим. Понизим Дефанс у фишфейса. И будем надеяться, что он сейчас промахнется. Да, Дефанс у него понижен. Ну, да. Промазал. Отлично, отлично. Прям супер. Икс каблука. Ему прям в нос получат. 2-2-2-1. Скорость атаки повышена у фишфейса. Потому что у него хп-шка меньше 25%. И продолжаем. Все. Я думаю, это последний. Последний удар. Да, 14-24. Слабенько. Но все равно. Было достаточно, чтобы положить его. Фух. Я же распереживался, потому что команда попала серьезная. Так. Давайте продолжим. Колесо крутим. Крутим, крутим, вертим. Колесо прокрутили. И я думаю, еще одну завершающую команду я вам покажу. Ну, так, кого пока, кто, кто, какие. Крысиный король и Леофильм. Вот это вот, вот такой вот заказик был. Крысиный король. Крысиный Леофильм. Леофильм. Мы знаем, что у них есть массовые атаки. У Лео есть возможность дамаг поднять нам. Попробуем. Соперник достойный и может нам составить проблемы. Так, мы первые? Нет. Даже Микки первый атакует. Интересно. Интересно. Карай. Карай атакует. Да как так-то? Как же так? Еще Карай повесила. Уклонение увеличила. Давай сразу дамаг повышаем. Нам нужен дамаг. Сначала мы его повысим и скорость атаки. Одновременно. Крысеныши. Запускаем крыс. Бегите, мои маленькие питомцы. Опа-на. Хорошо. Так, у них кто-нибудь Микки. Микки может лечить. И это мне не нравится. Потому что он прям вот может восстановить все, что мы надомашили. Крип. Крип понизил скорость атаки. Только повысили, а он уже понизил. Массовая атака. Железная голова исполняет. А Лео танцует. Блин, ну просто, ну как так-то? Зачем ты натанцуешь-то? Карай. Что будет делать Карай? Карай плюется и плюется в Лео. Что-то они прям атакуют. Атака за атакой. Когда мы-то будем атаковать? Жалко, что у Лео нет хилы, но вот массовую атаку он может сделать. Давай, Лео. Все надежды на тебя. Отлично. Минус Карай. И у нас... Вот такая атака. Уз Крысиного Короля. По крипу. Потому что больше не по кому. А в ответшку прилетела не хил атака. Железная Голова добивает Крысину Короля. И у нас вся надежда на Лео. Блин, и еще он подлечился. Еще он подлечил себя и свою команду. Ну, четверо против одного, к сожалению, я думаю, Лео не справится. Но буду стараться. Буду стараться. 169. Слабенько, конечно, бьет Бивоп. Микки. Микки как будет бить? Микки слабенько, но скорость атаки у нас по-прежнему понижена. Двойная атака от Микки. Хорошо. Крип. 4,67 урона. Вот это уже посерьезнее. А Железная Голова? Оскорбление. Только на тебя? Ну, хорошо. Получай. Получай, Железная Голова. 1930 урона. Нехило так. Все, снялся с нас отрицательный баф. Бивоп ударил по нам. Дважды еще. Ах ты, Бивоп. Микки. Ну, не так сильно. Крип. Крип. 4,67 урона. И Железная Голова. Блин. А вот Железная Голова, конечно же, нас добила. Фух. Обидное поражение. Очень жаль. Очень жаль. Так, я как понимаю, все-таки двое не справляются. Двое не справляются. Нужно трое. Так что пишите команду опять из троих. Из троих героев пишите. Либо два, которые у меня сильные. Вы можете посмотреть. Я вам сейчас всех покажу. Внимательно смотрите. 75 у нас. Так, давайте подлечим, чтобы вы знали, кто у нас еще есть. Если герои выше 60 уровня, то смело можете выбирать двух. А если герои ниже, то выбирайте, предлагайте трех. Либо двое в сочетании свыше 60 уровня. Иначе он победить не получится. Так, ну что ж, дорогие друзья, на этом все. С вами был канал DTOL. Я жду ваших предложений. Будем дальше играть в пвпшечку и показывать и тестировать различные команды. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока.